В общем, пошли они в разведку. С кем? Сдвоем идут? Нет, они там отрядом идут некоторым. Просто я, опять же, всегда... С первого сезона первой серии был вопрос... А что они в черном ходят, если там все время снег? Вас же очень сильно видно. Красивая униформа, как у нацистов черная. Но на задание нужно в маск-халате идти. Когда они сидели... А вон там костры горят в предыдущем эпизоде. А там увидят. Так у вас и так за 10 километров видно. С космоса вас видно. Черное на белом. Я вот себе деревянные хрусталики поставил. Все вижу. Суки не спрятались бы от меня. Это просто максимальный контраст, которого визуально можно добиться. Белое. Черное на белое. То есть, это два противоположных цвета. Просто в разные стороны. Два ахроматических цвета в диаметральных сторонах спектра вообще. Поэтому человеческий глаз у вас... Любой глаз у вас тут же... Чисто наш любимый пример. Как тарантул на простыне на белое сидишь. За 100 километров видно. А еще и обоз. Брехня. Безумие самое главное. Вы же прятаться должны, чтобы вас не заметили. Конечно. Разведка... Особенно. Должны крутиться делать. По-козацки. Да. Кстати, парни в разведку идут замечательно. Просто лучше всех. Я вот так и вижу. Как я вот так на страйкболе в разведку хожу. У нас же команда КСК. То есть, это же как раз в том числе разведка. И нас все время в разведку гоняют. Когда мы там с водными отрядами воюем большими. Я говорю. Какая в жопу разведка. У нас средний возраст команды. 40 лет. Ну, какая разведка вообще. Мы уже вот так вот разведывались. Нас в рот обеспечение тыла надо. В расстрельный взвод. Или в расстрельный взвод. Конечно же. Чтобы там не торопеть. Лучше в рот обеспечение тыла. Там чтобы было водка, еда поближе. Вот все это. Вот там хорошо. Так вот. То есть, как нужно идти в разведку. Вот так, чтобы точно все разведать. Нужно идти колонной по два. В распадке. То есть, вообще не забираясь на холмы вокруг. Идти все вместе одной кучей. И безостановочной. В голос пиздеть. Вот это разведка. То есть, вот... Твари. Вы понимаете, что вы в этих горах... Там эхо. Там вас слышно будет километров за десять. При определенных условиях. Нет. Эти двое идут во главе с начальником разведпартии. И там... Ты должен отдать свою жизнь. Я отдам свою жизнь. Не так. Лучше отдавай свою... Ну, ладно. Хорошо. Ты начальник. Тебе самому лезть и геройствовать вперед. Что-то как-то не очень. Но у тебя сзади твоих говнюков идет целое отделение. Вот почему у вас нет ни одного человека на этих холмах, чтобы просто по сторонам смотрели. Вас, между прочим, убьют. Вас там уже может ждут. Скорее всего. Учитывая, как вы громко разговариваете. И убить хотят. И хотят убить. И убьют. И вы ничего не разведуете. Потому, что вы очень громко орете. И не смотрите по сторонам. Разведка как раз про то, чтобы смотреть и слушать. А не ходить и болтать в голос. Тебя поставили подслушивать, а ты подсматриваешься. В общем, ужасно. Я бы наказал Незнайку. Просто потому, что он плохо ходит на разведку. А у него теперь начальство нового. Я бы точно его прямо сразу наказал. Чтобы хоть крайне его найти. Возможно, анально. Из всего этого. Нужен же крайне обязательно. Чтобы согреться. Опять же он симпатичный. Согревающий. Да.